Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение Торы. Наша недельная глава называется Тазриа. И наши мудрецы говорят, что Медраж приводит 10 грехов, из-за которых наступает Цараат. И первое это идолопоклонство. То есть человек, не выполняя заповеди Торы об идолопоклонстве, сюда относится не только служение идолам, но и изучение литературы, которая не соответствует Торе. В общем, разной эритической литературы, которая потом сидит в голове, и человеку трудно из головы ее вынуть. И за эти вещи может наступить Цараат, так пишется. Такое страшное наказание. Второе, это прелюбодеяние. Здесь дело в том, что если родится запрещенной связью ребенок, то есть человек переспал с сужой женой, родился ребенок незаконный, то считается вамзером. И исправить этот грех очень тяжело. То есть человек не может жениться на женщине, которую он хочет. Это целое дело. Это очень серьезные законы. И поэтому это является одной из заповедей, за которую может наступить Цараат. Потом третье, это убийство. И пишется, что небо может простить человеку убийство в каких-то случаях. Но Цараат может наступить. Если небучая казнь, он может наступить Цараат, и он будет очень страдать от этого. То есть написано так в Медорше, что после смерти царя Шаула, его военачальник Авнер, короновал сына Шаула Иишбошета. Давида признавала царем только колено Иуды. И под его началом было лишь небольшое войско во главе с его верным царатиком Яавом. В общем, кончилось с тем, что Яавов убил человека. Убил он Анера, Авнера, которых Давид принимал в Хевронии нормально. И поэтому он заслужил наказание страшного. Написано, что Яав тайно от Давида послал к Авнеру гонца с приглашением вернуться в Хеврон. Когда Авнер вернулся, Яав убил его. Узнав об этом, Давид был потрясен. Он вовел день всеобщего поста, ибо Авнер был за таком Торы, и его смерть явилась несчастьем для всей общины. Во время похорон Авнера Давид шел за гробом, чтобы показать, что он не приложил руку к убийству. Залил прокол Яава и его потомков пятью проклятиями, среди которых было такое. Пусть в доме Яава всегда достанет тех, кто поражен царат. Это проклятие было заслуженным наказанием за перешение Яава, ибо царат – это небесное возмездие за пролитую кровь. То есть за такое убийство тоже может последовать царат. Яав подумал, что он должен справедливо поступить, но кончилось это плохо. И мы знаем от наших мудрецов, что сам Давид тоже подвергся царат после поступка его с Батшевой. То есть он отправляет на смерть, на верную смерть ее мужа с ее отрядом, с отрядом этого Урия хититься с отрядом. И писано, что шесть месяцев после этого Давид страдал царат, хотя Всевышний просил. Все-таки Урия не выполнил повеление царя, было за что заслужить смерть, но все-таки Давид поступил неправильно. И естественно он пострадал. Потом есть осквернение имени Всевышнего. Это прегрешение влечет с собой суровую кару, и бород людской существует лишь для того, чтобы освещать имя Всевышнего. Если мы действуем наоборот, то мы отрицаем саму цель нашего существования. Посему на осквернившего имя неба обрушивается царат – кара, которую считают такой же ужасной, как саму смерть. Потом написано «Возведение холы на всемогущего». То есть мы знаем, был такой человек Галиад, и Шауль был царем в это время. Он был богатырь невероятной силы, и он был филистимлянином. Он все время возник холу на Всевышнего, на народ Израиля, и он требовал, чтобы с ним вышел богатырь из народа Израиля. Воевать, и он говорит, если я побеждаю, то вы, евреи, будете нам рабами, если побеждаете вы, то мы вам будем рабами. В общем, вот такое вот. А он был громадным ростом, и огромной силой человека никто не осмеливался с ним воевать. Но из-за того, что он сквернял имя Всевышнего, то Всевышний прислал на него царат, и он заболел этим царатом, и ослабел. И уже, когда Давид вышел с ним, с пращей, с камнями, на поединок, то он уже был ослаблен. И Давид из пращи допустил камень в лоб. Галиад упал, Давид к нему подбежал, взял его меч, Галиада в меч, отрубил ему голову. В общем, за эту хулу, которую он возвел на Всевышнего, он получил царат. Вот так вот. Теперь идет царат за то, что человек ворует. То есть обкрадывание людей, например, журничество, завышение цен на продаваемые товары. Это преступление потому, короче, царат, что его почти невозможно загладить, ибо укравший не знает, кому он должен возместить убытки. Теперь совершение человеком действий, превышающих его полномочия. Мы вчера говорили за Узьягу, царя Гуды, был праведен, и он был непростым человеком, был большим праведником. Его учитель был Захария, пророк. И он преуспел в изучении Торы, был праведником. В общем, мы знаем, что он 52 года царствовал в стране. Но когда он царствовал, он поднял страну сильно, и он очень сильно увлекся земледелием, занимался очень серьезно сельским хозяйством. И потерял изучение Торы, мало занимался Торой, и оно ушло. И когда он стал сильным, Всевышний дал ему силу, его сердце возгордилось, он на себе подумал, что он может даже жертву принести в храме. Он зашел в храм, коины ему препятствовали, говорят, только могут потомки Огарона возносить жертву в храме. А он, ну он настоял, пошел вперед все равно, невзирая ни на что, чтобы ему коины сказали, так делать нельзя, первый священник вот сказал, так нельзя. Тут же его лоб покрыли пятна царат, он заболел моментально. И как мы вчера говорили, что он после этого уже не оправился. Он жил в доме прокаженных до конца своих дней. Его сын Яв царствовал над страной. То есть вот это человек, который превышал свои полномочия. Теперь есть такое самомнение. То есть человек может о себе подумать, что он какой-то большой человек, представлять себя выше других, и за это может получиться рад. То есть наши мудрецы говорят, что человек должен себе представлять, что он ниже всех людей. Вот себя представляет, что ниже мы всех людей. Вот так. И с этой позиции мы можем только жить. Если мы представляем, что кто-то ниже нас, это самомнение, и приводит царат. Вот так вот. Надо этого избегать. Злоречие. Грех злоречия обычно называет царат. В самой тяжелой форме. Потому что тот, кто его совершает, отрицает основные идеи Торы. То есть за то, что Мирьям побеседовала со своим братом Агроном по поводу Кушитки, которую взял Маше, и жену Кушитку взял он себе, то она была поражена царат. То есть она не до конца поняла, почему Маше не спит с женой, и пошла говорить об этом своим братом Агроном. И он за то, что он выслушал это, получил царат, и потом всевышний царат забрал, чтобы не позорить первого священника. А она была поражена царат, с головы до ног Маше за него молился. И неделю она, Мирьям, была в Нестане, за то, что она не подумала, поговорила в том, чем мир разбирала, в том теме, которое не знает. То есть думала, что с ее стороны все правильно, но оказывается, что Маше не мог спать с женой, потому что он все время разговаривал со Всевышним. А написано в Торе, что завтра будет говорить с вами Всевышний, не завтра, вот через три дня Всевышний явится вам, и вы не должны прикасаться к женщине. А Маше это все время разговаривал со Всевышним, поэтому он не мог спать с женой, но она это не учла, и говорила. Раз говорила, то это считается злоязычие, вот она была поражена. То есть всегда, если мы что-то говорим, надо досконально знать, насколько это правильно. Лучше молчать. Дурной глаз, то есть каренность, зависть. То есть мы знаем, что из-за жадности человек что-то просит, другой говорит, что у меня этого нет, допустим, человеку пришли, попросили пшеницу, он говорит, пшеницу нет, ну да, это ячмень, ячменья нет, ну да, и финики, фиников нет. И после этого написано в главе Мецара, в следующей главе, что Всевышний поражает его дом, находя на воде пятна, и перед тем, как Коэн объявит дом нечистым, Коэн говорит, что он вынес все полностью свое дома, потому что если он объявит дом нечистый сейчас, то все, что в доме, стоит нечистым. И он вынужден из дома вынести все наружу, и все видят люди, что он скаренный, жадный, вот, поэтому тоже присылается царат, вот, за эти вещи, то есть надо не отказывать людям, если ты можешь чем-то помочь, и надо отказывать. Вот это все 10 вещей, которые мы знаем из ведраша. Теперь еще есть у нас вот, мы указали 10 перечисленных ведрашей грехов, Гемора Аркхин 15 добавляет им еще одно предвешение, принесение ложной клятвы. За этот грех был поражен Саран Гехази, слуга пророка Ильиша. Мы тоже говорили, что Гехази дал ложную клятву, что его прислал пророк Ильиша, его учитель, чтобы он взял один талант серебра, две смены одежды у Наомана. Это после того, как Ильиша отказался у него что-либо взять, после того, как Наоман осислился от проказы, ну и за то, что он дал ложную клятву, то он был поражен. И удивительно то, что не только он, но и его поколение. То есть, это ужасное дело. Почему поколение? Заслужил даже так. В общем, поэтому при всей ложной клятве тоже карается Царат. Вот так. А на сегодня наш урок заканчивается. Урок был дан за поднятие души Мойша бен Давид, Берта Батесарель, Павел бен Ефим, Яков бен Нахум, за здоровье Давид бен Стела, Светлана Батклара, Шолом Йона бен Цара, Шимон бен Лексак, Инна Батмира, Борис Бен Мария, Мойша Бетмания, Анна Батривка, Рахим Батлилия, Полина Перв Батсоня Сура, Лена Батлара, Стелла Баттой, Тейла, Женя Бат-Ида, Инна Бат-Дора, Анна Бат-Илена, Ефим Бен Эстер, Двоя Робот-Мирьям, Моисей Бен Ева, Ирина Бат-Двояра, Йосип Бен Раиса, Инесса Бат-Моэль, Евгений Бен Берт, Евгений Бат-Ида, Фира Бат-Ана, Геннадий Бен Елена, Елена Бат-Инесса, Ольга Бат-Светлана, Ася Бат-Года, Мак Менина, Ира Бат-Вера, Леорген Клара, Рафаэль Бен Клара, Хана Цепора Бат-Цара, Идерин Хая Авива, Ефим Бен Соне, Майя Бат-Фаина, Алексей Бен Ольга, Клара Бат-Броня, Гай Бат-Царит, Масло Барслав Сгулова, Ирина Бат-Тури, Орона Рябин Ри, Загросший Дух, Орона Рябин Двора, Днис Бенокумов, Галь Бат-Цара, Барахана Бат-Аргам, Рафаэль Берилей Бен Лариса, Галья Бат-Гедалья, Парасай Блют Лаир Бен Рая, Анна Бат-Александра, Марина Бат-Рая, Борис Бен Марина, Алексей Бен Наталья, Всего хорошего, Реба Умарченко. Всем Бараха, Параса Кавана, Мазл Ту, что мы это время не грешили, учили Тору. Всем желаю крепчайшего здоровья, и пусть срочно закончится эта страшная война. И до следующих встреч, надеюсь, состоится завтра в 10.40. Салом!